Тёплые дни лета благоприятствуют созреванию самого сладкого и ароматного лакомства для многих детей и взрослых – ягод-глубники и земляники. Посещая городские рынки, уже можно заметить несчётное количество продавцов спелых ягод. Мы решили поинтересоваться у них, где же они добывают этот урожай. Сами собирались? Где собирались? В Краснокамском районе. По разуму продажа идёт? Не очень много, где-то литров 10-15. Ягодки? Да. Сами собираем? Где собираете ягод? Катасинский район. Каждый год продаёте? Каждый год. В этот год маловато земляник. Катасинский район, деревня Старый Уребаш. А как? Каждый год собираете? Да, каждый год собираем. Ну ничего, нормально покупаем. Земляник не моем, сразу собираем и продаем. Собрав урожай ранним утром, продавцы уставляют на обозрение покупателя ярко-красные свежие ягоды уже с первых минут открытия торговли на рынках. О том, какие нюансы обязательно нужно учесть при покупке сладких плодов и не опасны ли продаваемые лакомства, мы узнали у специалиста Роспотребнадзора. Во-первых, можно покупать всё, что не вредит здоровью. Каждый должен знать, приобретая ягоды, поинтересоваться у продавцов, где они собирали, вдали от дорог, в лесу. Если ты на расстоянии не менее 50 метров, считается по нормативам, что эти ягоды от дорог, трассы, скажем, не загрязняются солями тяжелых металлов. На что нужно обратить внимание? Всё-таки нужно знать, что есть всё-таки наши друзья, наши клещи. Если у нас пригородная зона обрабатывается, обработка от клещей проводится, то, естественно, в лесу никто этим не занимается. Насчёт ягоды, что я могу сказать? Их нужно обязательно после, перед тем, как употреблять, естественно, промыть. Это не значит кипятком, проточной водой дать отстоять. Ну и употреблять на здоровье. Анастасия Кригородова, Артур Мирзагитов, Иван Кузнецов. Информационная программа «Ежедневник».